Самые острые конфликты Ким Кардашьян с другими знаменитостями Ким Кардашьян не особо дружелюбна не только к своим поклонникам, но и ко многим другим знаменитостям. Она готова вступить в конфликт хоть с популярной телеведущей, хоть с супермоделью, и даже с кем-нибудь из своей звёздной семьи. Тейлор Свифт Все знают, что Тейлор Свифт не лучшего мнения о Канне Уэсте. Но далеко не каждый знает о её конфликте с Ким Кардашьян. Помимо знаменитого вторжения Канне в момент вручения премии MTV Тейлор Свифт, он нелицеприятно упомянул её имя в своей песне «Фэймос». Саму Тейлор, по её словам, это привело в большую ярость. В то же время Ким Кардашьян заявила, что Тейлор сама одобрила текст этой песни. В качестве доказательства она опубликовала видео из Snapchat. В нём Тейлор говорила спасибо за то, что Ким и Канне спросили у неё разрешение. В ответ Тейлор заявила, что всё это было фейковым видеомонтажом. По её словам, Ким и Канне и в самом деле спрашивали разрешение на использование её имени в своей песне, но она пошла в строгий отказ. Спустя годы в сеть была слита полная неотредактированная версия этого видео. Отношения между Тейлор и Ким так и остались напряжёнными. Тристан Томпсон Да, иногда Ким ругается со своими сёстрами. Но если кто-то пытается задеть честь её семьи, она всегда готова прийти на защиту. Когда выяснилось, что Тристан Томпсон изменял Хлои Кардашьян во время её беременности, Ким, мягко говоря, была не в восторге. Все свои силы Ким бросила на жёсткую критику и оскорбление в адрес Тристана. На телешоу Эллен Де Дженерис Ким пыталась оказать поддержку отношениям своей сестры Хлои, но при этом не могла сдержать слов о том, насколько ей неприятен Тристан, и как Хлои не повезло с таким мужем. Некоторые и вовсе утверждали, что видели Ким Кардашьян выкрикивающие нелицеприятные слова в адрес Тристана Томпсона во время одного из его баскетбольных матчей. Да-да, прямо с трибун у баскетбольной площадки, чтобы он точно всё услышал. Тем не менее, по словам Ким, она наоборот поддерживала игру его команды. Блэк Чайна Один за всех и все за одного. Такой девиз не только у мушкетёров, но и у всего семейства Кардашьян Дженнер. Если кто-нибудь начинает говорить что-нибудь плохое про одного из членов их семьи, на помощь сразу же приходят и все остальные. Поэтому нет ничего удивительного в плохом отношении семьи к бывшей жене Роба, Блэк Чайне. По заявлению Ким Кардашьян, единственная причина, почему она ещё полностью не вычеркнула Блэк Чайну из своей жизни, это то, что она является матерью её племянницы Дримарина Кардашьян. В своё время Блэк Чайна пыталась запустить своё собственное реалити-шоу, но оно провалилось. В этом она стала обвинять именно проделки семейства Кардашьяна. Сара Мишель Гейлор Когда речь заходит о самых обсуждаемых и скандальных обложках журналов с участием представительницы семьи Кардашьян, почти все в первую очередь вспоминают легендарную фотосессию Ким Кардашьян для обложки Pepe Magazine. Но сейчас речь пойдёт об обложке журнала Vogue, на котором Ким появилась вместе со своим мужем. После этой обложки начались ожесточённые споры, что Ким и Канье просто не заслужили быть на обложке Vogue, так как они не являются моделями. К этому спору присоединилась даже Сара Мишель Гейлор. Как бы это странно ни звучало, но даже эта известная актриса выступила с жесточайшей критикой обложки Vogue с Ким Кардашьян и Канью Уэстом. В своём твиттере Сара Мишель написала «Ну и но, похоже, пора отменять подписку на Vogue. Кто со мной?» Дженис Диккенсен Дженис Диккенсен в истории высокой моды считается первой супермоделью. Конечно же, у неё не без основания есть чёткие требования к тому, кого можно назвать моделями, а кого нет. По критериям Дженис Диккенсен, ни Ким Кардашьян, ни Кэндалл Дженнер не достойны называться моделями. По словам Дженис, Кэндалл также далека от модели, как апельсин от яблока. Что уж говорить про Ким с её фигурой и ростом. Когда Ким и Каньи появились на обложке журнала Vogue, Дженис не постеснялась выразить свою ярость и заявила «Ну какие из них модели? Я полностью разочарована в журнале Vogue». Также Дженис не раз выступала с критикой фигур Кэндалл и Кайли, заявляя, что их пропорции совершенно не соответствуют стандартам высокой моды. По словам Дженис, их место в телевизионном реалити-шоу, а не на подиуме элитного фэшн-шоу. Хлоя Грейс Морец Даже если вы на дух не переносите Ким Кардашьян, невозможно не восхищаться её дерзкими ответами. Яркий пример – конфликт с Хлоей Грейс Морец. Хлоя выступила с публичной критикой одного из откровенных селфи Ким Кардашьян, написав в своём твиттере «Ким, надеюсь, ты осознаёшь всю ответственность своего влияния на умы молодых девочек. Они должны понять, что женщина – это гораздо больше, чем просто красивое тело». Ким не стала вступать в какой-либо конструктивный диалог, а начала вести себя как настоящий интернет-тролль, ответив «Поприветствуем Хлою Грейс Морец в твиттере. Но кто это вообще такая?» Хотя какое мило неоновое оформление странички. Мда, это было жёстко. Пинк Когда певица Пинк в своём твиттере сделала злобный пост без упоминания конкретных имён, всем всё равно стало сразу понятно, о ком именно идёт речь. В этой публикации Пинк выразила презрение к девушкам, которые добиваются внимания к себе исключительно тем, чем их наградила природа, постоянно публикуя фотографии своих достоинств. В дальнейшем интервью уже сама Пинк признала, что в первую очередь говорила о Ким Кардашьян, как о лидере женщин с таким поведением. Ким, конечно, тоже поняла, в адрес кого были направлены слова упрёка Пинк. И специально именно в Международный женский день сделала шутливую публикацию с комментарием. «Да, я не стесняюсь показывать миру свои недостатки. И меня совсем не волнует, что об этом говорят другие». В поддержку Ким выступила Эмбер Роуз. Она заявила, что Ким достойна уважения за то, что ей комфортно в её теле. И вообще, женщины должны поддерживать друг друга, а не критиковать. Бэт Мидлер На Инстаграм Ким Кардашьян подписаны уже почти 164 миллиона подписчиков. Очевидно, что очень многим людям интересен контент, который публикует Ким в своём Инстаграме. Тем не менее, Бэт Мидлер со всеуслышания заявила, что её уже тошнит от публикации Ким в социальных сетях. После очередного скандального селфи Ким, Бэт написала в своём Твиттере. «Ким Кардашьян опубликовала очередное обнажённое селфи. Если уж Ким желает показать нам ту часть себя, которую мы ещё не видели, то пускай повернёт фотокамеру в противоположную сторону». Сперва Ким отреагировала на эту картинку с дружеским юмором, предложив Бэт прислать ей свои обнажённые селфи. Но в итоге Ким действительно пришла в ярость, обвинив Бэт в том, что она ещё совсем недавно присылала ей подарки, пытаясь быть фейковой подругой. Но Бэт оказалась куда более опасным словесным противником. Ответ Бэт был изумительным. «Ким, я никогда не пыталась стать твоей подругой. Слушай, каждый человек может сделать селфи. Но далеко не каждый может понять шутку». Челси Хендлер Да, только ленивый не высказался об обложке Paper Magazine с Ким Кардашьян. Но реакция юмористки Челси Хендлер заслуживает отдельного внимания. В своём инстаграме она опубликовала обнажённое фото с акцентом на свою попу и добавила комментарий. «Вы не поверите, на одном экране уместились аж две жопы. Угадайте, какая из них настоящая?» «Твой ход, инстаграм». В этой шутке Челси, очевидно, намекала на импланты в главном предмете гордости Ким Кардашьян. Но это была далеко не единственная злобная шутка Челси в адрес Кима. На самом деле, за все эти годы их было очень много. Ким могла бы уже возненавидеть Челси, но одну из недавних породий Челси на себя Ким даже залайкала. Может быть, когда-нибудь они и вовсе станут подругами? Пирс Морган У телеведущего Пирса Моргана всегда и на всё есть своё мнение, которое, несмотря на всевозможные последствия, он в любой момент готов выразить публично. Пирс Морган совсем не лучшего мнения о Ким Кардашьян, о чём он говорит открыто. Чего только стоят его многочисленные извительные комментарии в Твиттере на различные фотографии Ким. Даже вполне нейтральная фотография Ким вместе с дочерью Чикаго вызвала у Пирса недовольство. Он заявил, что Ким должно быть стыдно за то, что та использует Инстаграм-фильтры на лице своей дочери-младенца. Найя Ривера Ещё одна звезда, которая негативно отреагировала на обложку People Magazine с Ким Кардашьян, звезда сериала Хор Найя Ривера. В Инстаграме Ким Кардашьян в комментариях под скандальной обложкой Найя отметила, что Ким не стоит забывать, что она уже является мамой. С другой стороны, известно, что дочь Ким, Норд-Уэст, уже фотографировала свою маму без одежды. Так что дети и так всё знают о своей маме. В итоге, многие пользователи назвали комментарий Найя Риверы лицемерным, потому что она и сама была не раз замечена в публикации своих обнажённых фото. Уэнди Уильямс Телеведущая Уэнди Уильямс известна своим остроумием и скандальными заявлениями. Ким Кардашьяна она не взлюбила особенное. В первую очередь из-за контента, который та публикует в своих социальных сетях. Вэнди обвиняет Ким в том, что та постоянно хочет быть у всех на виду, привлекая к себе внимание своим голым телом. Удивительно, но к критике Вэнди Ким отнеслась с пониманием. По словам Ким, это только лишь её мнение, на которое она имеет право. Джамила Джамиль По мнению Джамилы Джамиля, Ким Кардашьян оказывает исключительно негативное влияние на своих подписчиков в социальных сетях. Например, Джамиль не нравится, что Ким и другие представители семьи Кардашьян регулярно рекламируют различные средства для похудения, многие из которых могут нанести существенный вред здоровью. Дело дошло до того, что Джамила выступила с петицией, призывающей ограничить знаменитости в рекламе потенциально вредоносных здоровью подписчиков продуктов. Джамила заявила, что Ким Кардашьян откровенно дурачит своих фанатов и фанаток, зарабатывая на их доверчивости огромные деньги. Кортни Кардашьян Если вы смотрите реалити-шоу «Семейство Кардашьян», то знаете, что Ким часто ссорится и со своими родными сёстрами. Но самой жёсткой ссорой за всю историю телешоу стал недавний конфликт между Ким и Кортни. Дело дошло до того, что Кортни и вовсе покинула съёмки дальнейших выпусков телешоу. Кортни пережила настолько сильный стресс, что ей даже пришлось обратиться к услугам психотерапевта. Из-за этого конфликта даже фотосессия для ежегодного семейного фото на Рождество стало настоящим испытанием. При этом сама Ким призналась, что конфликт между ней и Кортни был всегда, просто до этого не был так ярко выражен. Ну, накипело, так сказать. А вы согласны с критикой Ким Кардашьян из уст этих звёзд? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!